Добрый день, ребята. Мы знаем, что с появлением робототехники стали проводиться различные соревнования между роботами. Например, соревнования Кёгельринг, известная вам с четвертого класса. Еще один вид соревнований между роботами, это движение вдоль линии. Сегодня мы будем создавать для них программы, которые они будут выполнять. История робототехники неразрывно связана с большинством изобретений, сделанных человечеством. Практически невозможно отделить ее от истории развития науки, техники и тем более от истории возникновения и становления компьютерных технологий. Кто придумал слово робот? Своим названием роботы обязаны совсем не кибернетикам и даже не инженерам, а писателю. Это Карел Чапик, известный чешский писатель и драматург впервые придумал это слово. Тема сегодняшнего урока, движение робота по линии. Цель урока, использовать датчик цвета для организации движения робота. Давайте разберемся с требованиями и правилами соревнования, чтобы собрать робота, который будет двигаться вдоль линии, и составим для него программу. Порядок проведения соревнования. Робот, участвующий в соревновании, должен быть автономным, способным проходить заданную траекторию от начала до конца. Время в пути не должно превышать двух минут. Во время гонки робот должен набрать максимальное количество очков в кратчайшие сроки, двигаясь по черной линии дистанции. Требования к площадке соревнования. Размеры площадки, на которой будут соревноваться роботы. 2400 миллиметров на 3800 миллиметров. Цвет площадки белый, а цвет линии черный. Ширина линии должна составлять 50 миллиметров. Минимальная длина кривой, 300 миллиметров. На площадке должны быть красные метки, по прохождении которых засчитываются баллы. Требования к роботу. Робот должен быть автономным. Размеры робота не должны превышать 25 сантиметров. Вес робота не должен превышать один килограмм. Напомним, что в роботе, который будет участвовать в таких соревнованиях, нужно использовать датчик цвета. Датчик цвета, это цифровой датчик, который может определять цвет или яркость цвета, поступающего в небольшое окошко на лицевой стороне датчика. Режимы работы, цвет, яркость отраженного света, яркость внешнего освещения. Для начала нужно сконструировать робота, после откалибровать датчик цвета, и начинать составлять программу. Перед вами среда программирования, в которую мы записываем программу. Далее, мы запишем программу в среде Lego Mindstorms. К блоку старт добавляем блок цикл. К блоку цикл добавляем блок переключатель. Для получения данных с датчика устанавливаем режим датчик цвета. Измерение, цвет. В верхней части блока переключатель добавляем блок рулевое управление, устанавливаем режим включить. Меняем состояние блока рулевое управление на 50. Меняем цвет на черный. В нижней части блока меняем цвет на белый. Добавляем блок рулевое управление, устанавливаем режим включить. Меняем состояние блока рулевое управление на минус 50. Программа готова, можно загружать в модуль. Далее, ребята, проанализируйте и запишите в тетради, какое движение выполняет робот на рисунке. А сейчас давайте пройдем интерактивное задание. Нужно сопоставить блок с ее отображением в программе. Отлично. Вы прекрасно справились с заданием. А теперь подведем итоги по сегодняшнему уроку. В первый столбец записываете, что понравилось на уроке. Во второй столбец записываете, что не понравилось и показалось скучным. В третий столбец записываете все любопытные факты, которые узнали на уроке. Наш урок подошел к концу. Надеюсь он вам понравился. Спасибо за внимание. До свидания.